коллеги доброе утро у нас лексус время пол одиннадцатого не знаю почему просто часто спрашивали раньше а сколько времени работа занимает то есть вот поэтому я вам часто говорю сколько времени а там кому надо высчитывайте не высчитывайте с утра там стабилизатор поставил тут поставил тормозной суппорт с колодками подсоединил все залил тормозу сейчас тормоза прокачаю а люди напишут а зачем качать если там трубка плохая менять ее будут надо поменяют спустят не надо не поменяют рубрика комментарий саня иванов каховка зачем делать полное подключение мотора если его потом будут снимать еще и за бесплатно ради контента ну смотри ситуация заберут от меня машину пришлю повезут мотористу приедет моторист мотористу они поменяют крышку или сниму двигатель не снимут неважно даже если снимут а провода пакетах такие штыкера висят на то есть такой станет и подумает я фиг его знает как она была и начнется пусть видалька скинет фото я скину фото и начнется а чё тут так а тут так нафиг она мне надо мне вот эту на весуху все подсоединить она заняла там до часу времени лучше я потрачу это часто зато ко мне претензий не будут что как оно было почему и так поэтому то что я снимал я по мере возможности даже по середине даже вот эти вот патрубки тут патрубок патрубок я даже патрубки одену знаете чтоб потом не было ко мне претензий а как а почему а штекер как а как развести проводку не трудно следующий опять же ответ еще и за бесплатно слушай ну почему за бесплатно ну блин как что значит за бесплатно понимаете на самом деле как происходит расчет работы от одного количества затраченного дня есть день рекомендуемая заработанная сумма хочу я зарабатывать денег вот сколько денег как я ее считать буду я так и буду считать я не буду считать если я день примеру там зарабатываю и сумму x я такой посмотрел мы и делали 14 дней а 14 на сумму x разделить на пополам вот сколько денег нет сколько дней сколько денег следующий вопрос ради контента можно посмотреть статистику пойти мне не стыдно ее показать я конечно не знаю какой взять двигатель ради показать вам двигатель то есть не знаю какой видос я взял как я снимал двигатель взял так чё там 30 тысяч 10 тысяч 19 подписчиков 64 доллара заработал видос на нынешний момент блин а может все это ради контента может я на ту же ради контента это все собираю что мне выгодно сделать машину за два дня заработать денег и все или все таки делать две недели снимать вам контент и на каждом видосе зарабатывать 64 доллара мне наверное второе мне выгодно ради контента ради контента на самом деле знаете почему после нового года видосов мало в ютубе вот вы можете сами заметить что большинство блогеров выкидывает видосы до нового года потому что вот этот видос заработал 64 доллара минус 20 процентов партнерки остальное мое партнерка нужно не надо говорить что перешел без партнерки партнерка пусть будет после нового года доход ютубе резко падает в раза два и вот тут видос если беру выкинул с этим же количеством а я вам покажу вам рассказываю 30 тысяч до просмотров вся четыре дома это был видосик до нового года возьмем видосик опубликованный 5 января сколько он за просмотров у него далее нету нажал примерно так же тысяч 30 33 до 1000 оба на 34 доллара то есть после нового года невыгодно опубликовывать видосы потому что они не приносят деньги поэтому то не деньги потому что в декабре туб ролик мог бы 70 долларов привести то не деньги 34 минус партнерки 20 процентов не забывай насколько этом за 20 долларов меньше больше больше 20 долларов поэтому блин тут уже не ради контента что же я трачу видосы и получаю 22 доллара 24 там пусть 25 набежит не там поэтому не ради контента скорее всего первое чтобы поторить не офигевал а как она была а почему она не подсоединю и все понимаете в гараже действует правило как что разобрал то и собрал если панель добывали стрельнута я с удовольствием ее забрал и собрал бы и блин до сих пор хочется эту панель собрать но ее будут разбирать потому что сейчас есть панель которую надо встреч тонку замотать суммы в багажник ну панель ерунда там кроме панели и есть еще вот таких вот одна куча снятая с панельки есть вот такая другая куча снятая с панельки есть еще другая куча снятая с панельки если где-нибудь как-то сейчас вот в процессе доставки я не говорю что там где-то на стоянке когда будешь дать автомобиль ремонт кто-то подойдет и случайно вот так вот стырит этот блок или другой блок вот просто возьмут и украдут то это мне все потом перейдеть перед я и поэтому дабы перестраховаться я бы собрал всю панель вот не трудно это я час уделю я и все если снимать не буду там час работы собрать ту панель ну ладно может часа полтора короче делается ради перестраховки чтобы какую-то ответственность себя убрать и лишний диммер убрать и потом не было вопросов а как поставить инвертор вот представьте я вот это не буду собирать инвертор положу в машину блин он стоит реально куча денег прикиньте он где-то пропадет по пути по пути по пути от моего гаража до сборки когда покрасит модель из там выделяйте поменяются вот прикиньте мне это будет предъявлять она мне надо не поэтому вот я и собрал дабы все это перестраховать можно с вашего позволения немножко пособираю автомобильку тут осталось тормозу тормоза прокачать по ходовке и завык гайки по затягивать и хомут надо один поставить на шрус я знаю клиент спорит автомобиль но сразу скажу на 2 хомута будет поменять потому что тут где то есть родной хомут и и а это не родной вы по моему лазили в эту полость я не помню где его дел но там смысл такой что там такие многоразовый как бы хомута на защелках бука челкнулся натянулся натяжку дался защелкнулся так вот второй раз он натяжку не дался он сломался поэтому на это хомут у себя найти или хотя бы пластиковый на широкий и хотя бы временно их пристегнуть поняли зачем мы снимаем видосы виду и это все это дело ради контента чтоб бабла срубить денег нормально заработать египет и тут ваня ли давай феврале поедем конечно поедем зарплату он получил декабрьскую с ютуба да и поедем туда поэтому надо нарабатывать это ванька скажет давай может еще в турцию в мае слетаем поэтому я буду снимать контент дабы заработать рекламный проект это ютубный ютубный рек рекламный проект даже не ремонт автомобиля поставил трубки кондера чтобы они в машине не ехали сразу на место плюс ко всему там печка закрыта или как радиатор будет закрыт следующий элемент жабо жабо у нас не совпадают немножко все погнуты у нас центр совпадает 1 совпадает остальные надо вот эту сюда надо то есть их на все подвинуть нашел насадку на обратный молоток подумал так он нашел какой-то болт длинный то есть вот это надо сместить на несколько метров бог это тоже поэтому попробую вот так он только смотреть на перекосит конечно да и поднимает вода честно забью может быть опустит следующая стакан просто сильно толкнул их сильно нет но 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 на что возможно туда туда это если бы так подержать да снимаем сейчас померяем сейчас выгнем с огурчиками которые уже где-то потерялись хотя только что были запуску тоже хочу поставить зачем она будет ехать в машине если есть возможность поставить снять контент заработать денег дальше днем эту возможность есть уже прикрутить только надо туда желательно забить о а здесь вообще у нас центр стал прикиньте что что тогда получилось все будем закручивать кронштейн подогнется и займет свое место поэтому надо немножко туда просто просадить но это тоже у нас уже есть возможность закрутить еще одну крайнюю хотя она закручивается но но еще надо дернуть прикрутил полностью жопа и знаете чем прикол протупил немножко потому что есть же комплекте а нет или есть не понял вам не казалось там были шайбы тогда 4 шайбы нету это у нас на стойку блин теперь надо фотки открыть посмотреть а были ли там шайбы вот по одной шайбе здесь было блин надо искать шайбы блин есть да я протупил вот тут шайб не было вот тут тут шайб не было шайбы подложится между стаканами этой штукой туда 2 и туда 2 поэтому перекручиваем перекрутил ну и снял ее шайбы закинул под низ дальше у нас с вами идет такая некая перемычка так ну прикиньте она даже не пострадала она отделась что там отделась что здесь отделась значит правильно вытянули да вот так вот так дальше дворники надо пойти тоже я их снимал значит я их кислород сейчас нажмем дворнички поставим у нас кстати стойка немножко играет потому что отверстие на 10 отверстие на 12 или больше даже болты на 10 то есть она уходит в бок поэтому на развали можно какую-то секунду выгадать вот этим движением дурники я говорил что когда приезжает автомобиль разобраны и все лежит в багажнике то мне потом даже наборку трудно делать у когда ты рифтуешь потом собираешь зазоры все потому что ты не понимаешь откуда что идет лучше когда ты сам его разбираешь поэтому вот его тогда я разбирал и поставил раз-два и главное все так уверены что его будут разбирать красить может вообще его разбирать не будут поэтому мы соберем с вами по барабану эту ставить не будем просто я взял ее хотел показать жабушка но целая новая дворники вроде не гнутые кронштейн центральный не выходил все совпало поэтому проблем с дворниками не будем так она защелкивать не будем хотя бы поставим посмотрим как что получится получится у нас вот у нас получится смотрите у нас лица клипса сюда но защелкнется защелкнется и по сути на другой стороне то что мы с вами кривая она ужмется наверное то что мы там делали или меняли там никто никогда ничего не догадается все отлично это ставить не будем будем тут два выбора или в багажник ее положить или поставить поставить это надо две клипсы хотя бы по одной а багажник положить она место займет а машина стоит на эвакуаторе и не в салон надо максимально засунуть и панель и все лишнее поэтому скорее всего мы поставим ее только аж потом в конце контент надо снимать да я ничего не понимаю значит центр поставил поставил капот поставил собрал то крыло поставил планка нам осталось планку приварить . . ленточник зачистил цинковым загрунтовал прикрутил тут ее сейчас прижмем ну как бы она тут по другому и не становится вот ее старое место поэтому здесь мы прижмем прижали и теперь ставим крыло совпало совпало здесь мы пока контактной сваркой ляпнем точку немножко ее вкрутит но я думаю вот так должно быть сейчас крылышко если нормально все зазорит блин да тут дело то что сейчас две точки приварить то что я набираю хотелось бы крылья поставить когда машина будет на колеса стоять на своем ходу знаете нагрузка естественно пойдет давайте поставим и посмотрим как оно вообще и может натуре или прибавили снимаем жека жека ты говорил зазор большой на фаре здесь слушай ну по моему я перестарался вот сейчас зазор здесь блин три с половой миллиметра но тут даже нас сейчас с вами больше интересует не зазор три с половой миллиметра а вот ну да как бы вот зазор этот и этот чтоб не были ну чтоб кончик капота ударил строго фару в принципе нормально вам видно потому что здесь это скотч я просто сам на монтаже смотрю знаете я говорю большой показываешь а он выглядит нормально или наоборот он там маленький показываешь а он выглядит опять же большой где скотч скотч наклеить скотч закончился давайте так аккуратненько да чтоб зазорчик диктовал согнуть не получается жена да не на самом деле там оно это зазор даже вот здесь регулируется то есть все классно если он будет большой его даже бампер немножко ужмёт у нас щупы да это были интересно так смотрим зазор давайте возьмем для наглядности м6 ну 6 миллиметров а ну тут не право не пролазит что я хотел не то что пролазит не пролазит ну тут у нас он немножко сейчас торчит то втянется джека я перестарался смотри тут вообще зазор 4 да какой 4 тут 3 миллиметра печалка в общем все хорошо здесь у нас чуть-чуть фара ниже чем капот замочек если чуть-чуть вот замок я еще не стал там подварить на оп тогда полностью ровно оп вот тут ключ вот тут ключ уже же как леет а ключ у нас сейчас сейчас скажу ключ 4 и 4 миллиметра я думаю это супер для нее очень даже маленький надо делать больше для этого мы тут набирали мы набирали дабы это ну просто посмотреть как она наберется дабы приварить вот тот кронштейн поэтому сейчас разбираем и валим кронштейн на контакт 2 . давайте все-таки перед снятием фары замок поставим у нас ушки разъехались я лично подровнял но не доравнял и на перемычку снять подборить потому что она вот разорвалась сейчас замок подриктую спасибо всем спасибо даже вырезать не буду сейчас получается если я вот тут прикручу то у меня тут полотверстия сошло надо или эту часть сильно растягивать или эту часть сильно стягивать ну если видно по вот этому кронштейну его надо вот сюда задать замок поставил но не совсем прикольно получается но ничего страшного будем снимать будем варить перемычку получается вот эта планка под замок вот я показывал что в какой-то серии когда мы рихтовали набирали она немного кривая а есть что-то по-быстрому ровное вам показать а так не ляжет кривая какая-то то есть надо планку сейчас вверх этой планки крепление замка стоит если вот там в автомобиле так ровно да то эта планка вот так стоит она замок вот так вот перекажет вот так замок стоит надо то есть эту планку типа потянуть стукнуть это без пары вот тут есть складка надо чтобы складочка развалялась блин так хотел как бы показать чем-то да и не то что показать блин хотел сам посмотреть ну да она немножко стоит так ее надо выгнуть стукнуть надо ну тем не менее просто замок чуть-чуть в боку стоит а он здесь не регулируется он на конусных болтах и получается вот вроде заходит а когда уже до язычка идет вниз туда капот чуть толкает даже а не то что толкает вот этот угол поднимает западлицов полностью и зазор маленький ну как маленький ну миллиметр пять все я оставляю его трогать не буду здесь тоже все хорошо надо снимать варить где плохо не знаю ни где не плохо везде все хорошо эту планку снять разрыв подварить и замок круто а может а может и на креплениях так его отвихтовал ну короче с этим еще поиграться погуляться вот так вот так вот так разбираем точно теперь у нас для кондачки только всего лишь две точки если конечно она подлезет сюда кто-то ж предохранительный ящик уже поставил теперь надо попробовать всунуться а как же мы всунемся теперь потому что кто-то ж контакточку поставил в ящик как было классно ну не так ну тут то легко а тут нет сейчас влезем ящик откручиваем ящик болтается эх и подлюка не дает поставить точку да вот скатынято так стоп надо ящик немножко отвести нормально ящик отвели вот так никуда ее не надо надо прижать и вот раз надо сделать точку глаза закрываем жмем не тут вот вот здесь и раз два три вот если хлопнуло сто процентов хорошо постыла бросили это это чтобы был автомат не не тянуть не варить точка пружинить нет чуть-чуть да спружинило ну а вот тут тут хорошо все и вот здесь точку надо жахнуть мешает может подсоединили да мы спешили контентом собрать заработать чтобы было готово ну тут две поставили раз и на краю цинговой грунт потек ничего себе там зазбель типа монолитно готово там загрунтовал усилитель поставил кронштейн снял выгнул правило тут чуть-чуть вот так получился ну надо стукнуть сейчас стукнем дальше усилитель у нас еще здесь какой-то идет было обмято было чуть-чуть поломано отрихтовал ну я так предполагаю что почему тут стрелки идут я думаю это не стрелки это типа направляющая отрихтовал одну ножку сейчас ставим потом следующую ножку там надо заварить усилитель сам целый то есть еще немножко есть рифтовки сварку перемычку снять заварить так я не снял и заварил хотя если бы изначально заварил не надо было куда замок трогать прижалась прижалась это хорошо далее вот это это плохо так надо не попутать усилитель это идет целая на эту сторону хотя он одинаков но все равно эту снять рихтануть там рихтануть корявую часть подрихтовать ну можно заварить а потом они пишут что ты так долго рихтуешь что ты удовольствие растягиваешь да потому что еще работать дофидишь есть еще что делать трубу ну трубу я навряд ли смогу отрихтовать ладно вот эту площадку мы сможем какое оно мягкое тут наверное даже не металл не 0 и 8 наверно 0 6 вот такой тоненький это надо заварить это не надо это не надо это не надо порванная сережка простит порванная порватая или не порватая непонятно какая ух какая кривая ух какая стала кривая в другую сторону там реально 0 6 поэтому на машину поставим она свое место сама займет блин и как вот эту тонкую пиню я заварю а? как ее заварить? как он кверху? давай попробуем как он кверху сейчас оторвешься варить было трудно вот заварить лишнее очистить хорошо второй и какая она тонкая но она больше кривая чем тонкая ладно сварим вару сварка тоненькая штуки так отдай провода отдайте горелку ну что там уже опять провода извиняюсь мы запутались ток маленький да поставим ух маленький ух ух есть хорошо это все здорово но у нас с вами еще есть такая вмятина как ее будем рихтовать нам надо нам надо монтировку сейчас порихтуем если получится не получится значит и судьба уже меньше яма еще меньше еще меньше ну меньше гораздо но есть же так нельзя еще меньше не падай почти нету почти хорошо еще надо немножко ищем самую высокую точку сушить и все хватит сейчас обчистим облагородим покрасим поставим покрасил отрифтовал где-то болт уже потерял или не терял все готово дальше ставим ее ой мне тоже машина уже надоела мне надоело ее делать поэтому кто думает что это ради прикола все все медленно собирают просто я не показываю что левого кучи собираю на капот ставлю крылов сейчас эти штуки поставим перемычку эту поставим и что еще да нет опять надо снять заварить почему-то болтов так много одинаковых еще чуть-чуть крутил а не тот они у нас вот эти штуки особо не регулируются так чуть-чуть так чуть-чуть где голова на 10 где уединитель на 10 затуркался я просто во время переходки думал зачем тут такие дырки для этих штук машина на стафеле стоит поэтому можно в принципе даже еще проверить наклон и так вижу что ну вверх не стук но я и так вижу что нормально и тут нормально единственное ага вот так по оси вроде нормально а эту вроде надо подбить а ну ага у нас тут прорезь 4 см поэтому регулируется в любую сторону подбить желательно потому что и старое место а я визуально вижу что она стоит криво поэтому куда ее надо хватит она мягкая усики эти все мягкие прикручиваем и готово где-то второй болт найти гайку есть еще один классный комент который люди часто пишут на фиатре так ее набираешь до миллиметра если маляр все равно ее будут разбирать и потом его могут криво набрать ну честно мне все равно как потом ее косо криво наберут мне главное чтоб я набрал ровно я ждал машину красивую и вам показал это подвинуть немножко их надо туда сдвинуть немножко потому что это сейчас васюшки а это у нас что-то получилось длиннее это неправильно надо эту снять узки перелихтовать эту штучку для замка заварил покрасил блин а ну когда вот эта планку подровнял немного складки по разглаживал вот эта сама рамка кривая была чуть-чуть она кривая вот здесь надо как-то перегнуть слушайте ну да она какая-то вся это у нас держит планку на которой бампер крепится теперь надо вот эту часть перегнуть контент вы не представляете как меня как меня лексус уже этот запарил хороший сок я уже на последнем дыхании не делаю так ну что это что быстро перегнули давайте наверное на сегодня а что на сегодня на сегодня еще рано заканчивать рабочий день время 3 часа снимаем со стапеля там надо зажать но возможно я буду еще снимать крыло не знаю может я не буду ну там надо болт ставить ну я имею ввиду что там сейчас плохо снимаем со стапеля ставим на колеса полностью а когда будут на колесах сразу надо саленблоки рычагов обжать потому что они не обжат его и уборочка небольшая потому что засрались то есть как бы вот вот завтра его закончим сегодня еще нет потому что двигаться еще блин сейчас на колеса поставь тормоза потом прокачать надо будет или сразу прокачать где у нас потом прокачаем тут все зажато зажато там не зажато и там тоже не зажато поэтому ну даже лифтить чуть-чуть то есть есть возможность даже колесо при желании двигать вперед назад теми болтами как-то оно не плотно сделано все со стапеля со стапеля со стапеля снял колеса сразу отдел и вы знаете первое что всегда очень хочется подрамник то ровно выставляли первое что вот очень хочется померить хотя бы вот так до центра шаровой до центра шаровой где-то 8 и 3 сейчас или хотите а там шаровые по моему разные мы не можем взять от края где-то 8 и 2 8 и 3 а с другой стороны с другой стороны так же иначе я вам бы не показал сейчас а с другой стороны ну 8 и 2 8 и 3 вам получится померить до этого примерно 5 без полмиллиметра до болта а тут болт блин другой ну да тут другой болт а тут 5 без 2 болт другой ладно не получилось прикол показать что все прям хорошо отлично у нас все с вами там что оно не получится подрамника ровно выставлены есть следующий шаг защита болт нашел тут 1 по моему этого не хватало он на лапе лежал с другой стороны со стопеля снимал увидел защитки все поставить дабы помещение начать второе уже освобождать пробки снимал 2 поставил пробки снимал 2 поставил то есть все что снимаем то и ставим в принципе морда ровно выглядит а то когда заехал все криво было от центра колеса до дверей или до кузова а до крыла я никогда не меряю я меряю вон оттуда все если там все хорошо значит все будет хорошо мне трудно сказать как стоит колесо просто тупо ровно просто тупо ровно стоит и другое колесо но я имею ввиду по развалу я камеру стараюсь там максимально ровно держать это вон по линии на стенке видите тоже в принципе ровно я не могу сказать заваленная вываленная глаз не алмаз 4 не помню на чем мы на рычагах с защитой все поставил их тут 4 штуки основные две задние есть тут нам собирать особо больше нечего я не помню были защиты мелкие вот эти передние нет там в складе еще есть какой-то пластик кто там такое подкрылок еще что-то оно нам не надо дальше под капотом ничего не делал доколупался до блоков до проводок поставил блок который не знал где стоит на самом деле все знал это у нас бардачок долго искал в проводах которые вот сюда подсоединяются потом только одуплился они в панели осталось непонятно откуда желтая фишка вообще непонятно что она включает ну я понимаю что это система безопасности но безопасности у нас на подушке вот шли две фишки горелые которые я выдирал потому что они приплавленные это все идет на панель это все идет на печку это идет по моему подсветка а это я не знаю может там какая-то кнопка я не помню вот честно не помню есть больше ничего собирать не будем просто ну электрику трудно было бы разобраться к примеру как поставить блок а мне не трудно я и поставил а ради контента да по моему без 15.5 а я не помню на чем я я опять кинулся в салон собирать немножко панель ставить не буду хотя хотелось бы опять же для своей безопасности чтобы потом не было претензий а где под где там какая-то подкуривал а где какая-то планка а как защиту ну то есть значит что я а ничего все хорошо а то что что я ригелек чуть подвинул не понравилось что дверь как бы подтарчивает теперь дверь хорошо на дверь конечно резинку надо померить но резинка ладно не буду сейчас вывалиться резинка завалена всеми хламами то есть надо ее достать оттуда есть я так понимаю у нас завтра с вами будет последнее видео ну то есть что тут мне осталось вот сейчас нужно ставить одно крыло второе фару как бы под замок там сопли вот эти все поубирать это все разбирать будут наверное красить я так думаю ну тут открытые проводки ну хотя бы надо взять эти стяжечки пластиковые хотя бы пристегнуть чтобы она не ехала потом вот там в эвакуаторе не болталась там многих очень интересует что со складкой на крыше они наверное мой канал никогда не смотрели я в шесть лет втирал вам одно и то же одно и то же про складки про крыши и другие складки другие блики так никто и не понял но я вам завтра покажу складочку на крыше которую вы все просите что с ней что с ней завтра завтра сегодня хватит короткий я не чем ну как короткий без 15.5 пока помоюсь там домой уже надо завтра наберем еще раз там по пакую поубираю начну в багажник загружать дальнейшие действия что мне делать с машиной я еще не знаю потому что я клиенту сказал ну да фару они вроде ищут то 3 недели то не 3 недели нужно ли фара за дело в том что я думаю что фара и так нормально станет и бампер нормально станет конечно да нам для полной картинки хотелось бы красоту навести в общем у нас как бы задержка там может быть с фарой и я не знаю что то уж клиенты пусть сами мне напишут и скажут и и и да пусть они скажут если нет то я все покую собираю одной фары не будет бампер вот накинем и в отстойник опять пусть стоит мертонгрозом если фара если ты хотят чтобы фару помилеть Я тогда буквально завтра все закончу И на днях уже можно будет забирать Всем удачи, всем пока, всем счастья И то уже сколько у нас видосов было по ней Видосов 12-13 Уже пару недель Сейчас посмотрю когда Первый видос вышел Но такие Длинноватые работы немножко Надоедает Вот недельные работы это само то Когда делаешь автомобиль Недели две Немного поднаедает Сегодня 13-13 видео По ней, значит 13-й день работы 24-го загнали Там праздники были 14 видосов по ней будет Потому что завтра будет последний То есть мы ее делали 14 дней Блин, надо еще на один день натянуть Финансы не вложимся Всем до завтра Да? А как натянуть? Офиг его знает, как-нибудь натягну Панель можно поставить Таким образом мы еще денег натянем Таким образом мы еще денег натянем